Всем привет, друзья! С вами Димон и Пумба. И сегодня мы снова обозреваем муравьев Мермикария Брунея. И я снова постараюсь доказать, что эти муравьи крутые, и вы обязаны займите их в свою коллекцию. Поехали! Муравьи Мермикария Брунея – это адская смесь из всего того, что так любят мермикиперы в муравьях. Агрессивность, крупные разверы, классная раскраска и множество других плюсов, которые я вам сегодня расскажу. Все это в себя соединяют муравьи рода Мермикария. У меня колония Мермикария Брунея жила с прошлого года, но я ей раньше не придавал особого внимания, однако зря. Муравьи эти действительно очень крутые, и сегодня я вам расскажу почему. Первое. Раскраска. Муравьи действительно интересно раскрашены, однако не везде это видно. Мермикария имеет рыжий-красный торакс и голову, и черное брюшко, однако видно их только на хорошем освещении. Моя камера, к сожалению, не может этого передать, но на фотоснимках с хорошим освещением окраска у этих муравьев просто фантастическая. Пункт второй. Агрессивность. Действительно, эти муравьи настоящие охотники, в отличие от многих других типа мессоров и компонутусов, которые могут только жалко подбегать и кусать добычу и убегать до тех пор, пока они не смотают и, собственно, таракан не скончается. Мермикария Брунея абсолютно другие. На охоту за добычей вываливает половина колонии, они агрессивно нападают на нее, хватают и растягивают в разные стороны законечности и части тела, а другие муравьи начинают разделывать жертву. Таким образом, получается очень эпичная охота, которую и на камеру не стыдно записать, да и самому посмотреть будет одно удовольствие. Естественно, беременных и нервных прошу отойти от экрана. Большинству мермикиперов не нужны муравьи-овощи, и мермикария Брунея подходит им как нельзя лучше. Пункт третий. Размеры. Муравьи действительно большие. У них есть даже несколько каст. Да, они не так ярко выражены, и явного полимерфизма у них нету, но у них есть более крупные особи, так называемые солдаты, и более мелкие особи, которые чаще выполняют роль нянек или же фуражеров. Разделения по обязанностям также присутствуют, и матка у них действительно огромных размеров по сравнению даже с солдатами, и просто фантастической раскраски. Собственно, этим отличаются многие виды рода мермикария. Пункт четвертый. Всеядность. Как ни странно, мермикария ест почти все. Я ей давал, и мак, и различные семена, и сахарный сироп, и фрукты, и абсолютно любые кормовые культуры. Многие муравьи отказываются, скажем, от личинки жука-знахаря, или от личинок-мух. Мермикария поедает просто все, что им не кинуть на арену. А аппетит у них действительно отменный. Это является также большим плюсом для начинающего мермикипера, который не хочет париться с подбором пищи своим муравьям, и мермикария в этом плане ему очень сильно поможет. Она как огромный комбайн, который перемалывает, ну, почти все, что попадает ей в лапы. Напоследок скажу, что муравьи эти не пугаются света. Также им не нужна зимовка, они достаточно быстро развиваются. И если вам не хватило всех этих плюсов, то, господи, что с вами не так? Сейчас я вам рассказал об идеальных муравьях, по крайней мере для меня. Да, мне нравятся мессеры, и я решил их коллекционировать, но это не отменяет того, что есть муравьи, которые действительно потрясают воображение кипера. Муравьи мермикария брунея действительно квинтэссенция всех тех качеств, которые полюбили мермикологи своих питомцев, и за ними действительно будет интересно наблюдать. Хотите сделать большой стендовой формикарий? Пожалуйста, мермикарий – идеальный выбор. Хотите первую колонию, чтобы она быстро развивалась и за ней было легко ухаживать? Мермикария брунея тут поможет. Мне лишь остается пожелать вам удачи с разведением этого вида, и если вам не безразлично то, что я сейчас рассказываю, отметьте себе первым пунктом весной купить мермикария брунея. К слову, стоят они не так дорого, и в России их достать достаточно просто, но поверьте, оно того стоит. Что ж, с вами сегодня был Димон и Пумба, и небольшой рассказ о одной из моих любимейших колоний в моей коллекции – мермикария брунея. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу. Также мне сейчас очень важна ваша финансовая поддержка, и любая копейка пойдет на развитие канала, и все ссылки будут в описании. Ну а мне остается пожелать вам удачи, до новых муравьиных встреч, пока!